Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основу социально-трудового контракта. Премьер напомнил, что столетия назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Медведев сослался и на более свежий пример. Компания из Новой Зеландии ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных. В итоге, по его словам, прирост производительности в перерасчете на один час рабочего времени составил около 20%. А уровень стресса сотрудников значительно снизился. Разумеется, обо всем этом, это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи, еще предстоят серьезные дискуссии. Но в то же время это очень важный показатель, заключил Медведев. Как пояснила журналистам на полях конференции вице-премьер Татьяна Голикова, возможный переход на четырехдневную неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовом законодательстве. Она отметила также, что нужно проанализировать вопрос социальных гарантий. На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать. Меньше чем, больше чем с точки зрения материального обеспечения населения пострадать не должно, заявила Голикова. Продолжение следует...